Ну, будет несколько лиманов, сразу причем. Да. Будет сразу несколько лиманов, это совершенно очевидно. Это не душа нараспашку, это формальные действия, они все так себя ведут. И тут же перережут тебе горло. Прямо сразу, даже и без изменения выражения лица. Если мы посмотрим на динамику так называемого монетарного или дефолтного курса рубля, то там все говорит просто о ракете. Там просто ракета. Там сейчас почти исторический меню. Владимир, день добрый. Добрый. На связи канал Верников, что инвестировали, один из старейших в России. Ну, главное, что ты пока не один из старейших, у тебя еще все впереди. Скажи, как про свой канал, то есть про свой сайт, мне интересно. Как это мигрирует настроение инвесторов, куда-то они склоняются? У меня, например, такое впечатление, что сейчас уже русский рынок фондовый никому не нужен. Всем нужна только Америка. Ну, это давно длится. Это, в принципе, как тебе сказать, то есть это является следствием того, что янки затягивают ресурс со всего мира на себя, стараются это делать по максимуму. Так что здесь нет ничего удивительного, что многие люди интересуются именно этим. Ну, как образно так можно сказать, что уже там каждая домохозяйка, каждая бабушка-пенсионерка имеет там по одной акции Теслы. Понимаешь? Ну, грубо, конечно. Поэтому все смотрят туда. Понимаешь, это такой очень интересный, с одной стороны, парадокс, с другой стороны, такая классика нашей психологии. Чем ниже падают процентные ставки в мире, чем, соответственно, меньше люди зарабатывают в реальной экономике, чем меньше у них остается, если вообще остаются, каких-то свободных денег, тем они большую доходность хотят на рынках. То есть, они таким образом хотят компенсировать выпадающие доходы. Ну, помнишь, почему в начале 90-х были так популярны все эти финансовые пирамиды? Там МММ. Тут вопросов нет, тут наша боль от малых доходов домохозяйства, тут не поспоришь никак. Ну, вот это как раз люди тогда пытались компенсировать свой упавший уровень жизни через все подобные штуки. Ну, вопрос сейчас, это длится дольше, да, гораздо. Почему дольше? Потому что вовлечены абсолютно все слои населения, причем, ну, по всей планете. Поэтому мы и получаем, имеем сейчас рекордный вообще за всю историю нашей цивилизации пузырь. А Далёв сказал, что мы на пути к пузырю, такому, который был в 2000 году. Нет, ну, я считаю, что мы уже давно все эти пузыри переписали. Есть очень простой показатель. Берем стоимость всех котируемых на планете акций, да, на биржах, и сравниваем его с размерами мировой экономики. То есть, вот стоимость, ну, грубо говоря, берем MSI World Index и сколько его там, такой Total World Market Cap, и сравниваем с реальной экономикой. То есть, у нас разрыв в 30%, понимаешь, сейчас, в 30%. Ну, то есть, раньше всегда, когда доходили до 100%, случались мощные кризисы. То есть, в том же 2000 году, по-моему, даже 100% не было. Ну, или там, около того, в 2007 было около 100%, да, и, собственно, сейчас у нас 130%. Да, то есть, мы в 2018 год входили со 100%, вот, в 2018 году охладили эту историю. В 2019 мы закрывали уже чуть выше 100%, понимаешь. Вот, ну, по итогам 20-го, там, и особенно сейчас, разрыв просто, говорю, на 30%. То есть, такого никогда в истории не было вообще, понимаешь. Поэтому, о чем мы здесь можем с тобой говорить. О, тут пока мы говорим, я тут у себя выложил видео, смотри, кто пришел. Агрессивный Мэйкон. Да нет, он на самом деле, это он спокойный. Не, ну, он такой, он, да, он, как бы, мужик, он свою территорию надстаивает, да, Хрюша? Вот, я его называю Хрюшей, его зовут, конечно, Гектор, я его называю Хрюшей, потому что он мурчит, как хрюкает. Ну, это у Мэйн-кунов такое, они как хрюкают. Поэтому Хрюша, да, зверь? Вот, так что, в этом, понимаешь, можно сколько угодно пытаться, да, там, сказать, ну, почему это еще, либо не вот прям пузырь-пузырь, либо еще что-то, да, приводить какие-нибудь там аргументы с точки зрения, а вот в соотношении с процентными ставками, да, или в соотношении там показателей какие-нибудь там P, там, Price Earnings, Price Sales, там, ну, и так далее и тому подобное, да. Но нужно же понимать прекрасно, что процентные ставки занижены искусственно, да, то есть это неестественная история. Поэтому нельзя сравнивать, там, текущую оценку, например, к процентным ставкам, да, к оценке с процентными ставками в том же самом, там, 2000 году. Ну, потому что тогда процентные ставки были естественными, тогда не было таких финансовых репрессий, понимаешь? Вот, ну, и так далее, и так далее. То есть, вот я говорю, есть самый простой показатель, то есть, понимаешь, как бы мы же говорим про что? Если мы говорим про рынок акций, что такое рынок акций, да? Это стоимость компании, стоимость компании, это, опять же, что? Это объем ее бизнеса. Мы с тобой знаем, что у компаний из S&P, да, их прибыль уже не растет очень-очень много лет. Да, все стоит сильно дороже, ну, и так далее. Одну секундочку, как я вижу ситуацию? Социализм новой Байдена, это налоги на богатых, налоги на инвесторов, даже на недополученную прибыль, может далеко завести, далеко завести фондовый рынок вниз. Но мы же не можем, неэффективность может длиться долго. Поэтому мы не можем сказать, в какой момент индекс-стандарт 500 попадет вниз. Я, например, не берусь давать советы, шортить американский рынок. Вот Василий шортил, я не хочу. Ну, слушай, здесь я с тобой согласен, потому что такого количества дивергенций, да, на индексах, мы вообще никогда в истории не видели. Но более того, там, по некоторым параметрам мы сейчас даже там ломать пытаются. Но, с другой стороны, да, там, перед началом падения в 2007 году тоже многие дивергенции были на какое-то время сломаны. Да, но ненадолго, да, то есть там даже не на год, на месяцы какие-то были сломаны, понимаешь? А вот где-то дивергенции остаются. Соответственно, действительно, говорить о том, что там прямо сейчас надо брать там все и шортить, ну, пусть шортит кому интересно. Тут же все же просто, понимаешь, как бы, когда цена на активы падает, а мы сохраняем деньги, да, мы становимся богаче. Единственное, что я вижу, это должен быть, ну, просто взрывной рост реальных процентных ставок, то есть номинальных за минусом инфляции. То есть все мои индикаторы показывают именно это. И в это никто не верит. Вот я с кем не поговорю из экспертов, все говорят, да нет, но этого не будет. Нет, они говорят, конечно, это должно быть, если бы была, ну, как бы, нормальная денежно-кредитная политика. Ну, денежно-кредитная политика, она же, там, ущербная, да, и убогая уже, там, получается, сколько, 13 лет. Соответственно, вот они все будут делать так. А я им говорю, что, ребят, ну, как бы, индикаторы и вообще состояние экономики, говоря тут о другом, о другом, реальные ставки в любом случае вырастут. А будет это сопровождаться изменением номинальной денежно-кредитной политики или нет, а какая нафиг разница, прошу прощения, да? То есть это случится, все. Все, поэтому, вот, и при чем этот процесс, он уже есть. Помнишь, я говорил еще в конце 2019 года, да, что в 2020 году, ну, будет прям, ну, будет шторм, прям серьезнейший шторм. Он случился, более того, в октябре еще 2019 года мой знакомый профессор, да, из Челябинского отделения нашей Российской Академии Наук, который проводит исследования, то есть он лучший специалист по влиянию солнечной активности на глобальную экономику. Вот, так вот, тоже мой тезка Владимир, он в октябре 2019 года, да, четко просчитал до десятой доли процента, да, исходя из вот его анализа солнечной активности, что мировая экономика в 2020 году номинально упадет на 3,9%. Понимаешь? Идеально просто просчитал. Так вот сейчас, да, что он, тоже его расчеты о чем говорят? О том, что в этом году мирового экономического роста не будет от слова совсем, то есть будет ноль, понимаешь? Не 6 лишним процентом, как нас вот пытаются там рассказывать сказки, да, будет ноль. Вот. И в этом году процентные ставки, ну, как он пишет, эффективная ставка по федеральным фондам, ну, вот тут я сомневаюсь, но, грубо говоря, рыночные процентные ставки будут заметно выше, ну, если брать точно, причем именно краткосрочные, в 2 с лишним раза выше, чем они были в среднем по году, да, чем они были в прошлом году. Тоже подтверждает. И его анализ показывает, что ставки в Штатах будут расти в этом году, в следующем, с локальным пиком примерно в 2023 году. Посмотрим. Я проще к этому отношусь. Есть торговый момент. Реализуем, нет, не реализуем. Все очень просто. Скажи, вот что меня... Я сейчас не готов декутировать на тему технического анализа. Я... Это долго. Я хотел спросить... Я хотел с тобой поговорить. Мне помогает. Я сейчас наклею какую-нибудь картинку из пятерочки, какую-то наклеечку. И она мне будет помогать торговать. И что? И что ты мне докажешь? Собираюсь никому ничего в этой жизни доказывать, Андрюш. Вот. У нас есть кому-нибудь этим заниматься. И неинтересно мне это. Как... Я считаю, там, где идут споры, там кончаются нормальные трейдеры. Это... Если споришь, открою позицию лучше. Это мое частное мнение. Я не люблю это. Вот вопрос по... Вот что меня заинтересовало. Посыпался один из фондов. И причем посыпался... Хотя не было движения еще сильного. Ну, по большому... Вообще никакого движения не было. Да, по большому счету, вот этот сектор, АТИ, куда он инвестировал, он еще не сыпался. И уже выясняется, что там маржиналочка пять. Поэтому... Вот. Ну, мне очень интересно. И все это были инвестиции, были по каким-то серым схемам. Ничьи закции, какие-то сложные инструменты там, чтобы это все скрыть. Какое же дерьмо посыпется на нас, если пойдет реальное движение вниз с Насдака? Ну, будет несколько Лиманов сразу, причем. Да. Будет сразу несколько Лиманов. Это совершенно очевидно. Потому что мы видим, что народ extremely bullish весь. О том, что кэша, количество свободных денег управляющих, там, практически исторические минимумы. А это произошло не из-за того, что, ну, скорее, не из-за того, что там просто упали те бумаги, да, в которые он инвестировал с большими плечами. А еще из-за того, что процентные ставки подросли. Понимаешь? То есть это помнишь... Ну, как помнишь... Ну, понятно, что это время мы с тобой помним, но мы с тобой тогда, мягко говоря, не... Возможно, даже не знали. Я уж точно не знал про существование фондового рынка. Как в конце 79-го года, да, братья Ханта обанкротились, которые там разгоняли серебро. А почему они обанкротились? Ну, понятно, был просто большой леверидж. Хотя, если бы леверидж был поменьше, они сами закрыли позицию, они бы там озолотились, осеребрились и так далее. Да были бы богатейшими людьми. Вот. А просто-напросто биржи подняли маржинальные требования, и все, и все, и весь их леверидж схлопнулся и так далее. То есть я, например, понимаешь, я в своей жизни видел ситуации, когда, понимаешь, приходили люди и говорили, слушайте, вот эту акцию покупаем. Типа вот кэш, я знаю, она прям, короче, покупаем на все. Покупает, ну, не знаю, к примеру, по доллару, понимаешь, она становится 2. Он доносит еще денег своих, она становится 5, понимаешь. Он доносит там еще денег, она становится 10, да. Ну, представь, масштаб движения, причем это, ну, там, за, там, 3-4 месяца, к примеру, да, происходит. Он потом, денег у него уже нет, да. Он говорит, ну, тут заработал просто не меряется. Потом, типа, леверидж, да, берем там вот это. У меня тут есть еще какие-то позиции, вот это, покупаем, покупаем эту акцию. Она, грубо говоря, дорастает до 20. Он, типа, должен быть вообще в мега-шоколаде. А потом что-то случается такое, и акция, бах, и падает, там, ну, не знаю, там, с 20 на 15 долларов, да. А вот что происходит? Его закрывают в ноль вообще. То есть, ну, тогда, как бы, в минусы уйти было невозможно, да, то есть, ну, был более грамотный риск-менеджмент, вот. Но, понимаешь, человек начинал покупать по доллару. Акция выросла до 15. Просто космос, там, ну, грубо говоря, за полгода. Понимаешь? А он на этом потерял все, что у него было. Вот, ну, понимаешь, вот это все, что, собственно, ну, нужно говорить про такие вещи. То есть, то, с чего мы с тобой начали, понимаешь, чем ниже падают процентные ставки, чем более рациональные, да, что значит иррациональные. То есть, оторванной от, ну, грубо говоря, реальной, от реального размера экономики, да, становится оценка активов, тем меньше должна быть твоя позиция, да, твои ставки на рынке, а не наоборот. Вот, собственно, и все. Ничего здесь больше говорить не нужно, я считаю. А, вот это вот то, что наш Центробанк будет экзаменовать с некрефицированных инвесторов, ну, там экзамен будет простейший. Мне кажется, на самом деле, это полезная штука, потому что многие люди садятся за самолет и даже не умеют управляться, естественно, разбиваются. Вот, ну, хотя бы они понимали, что производные инструменты несут определенные риски, они даже этого не понимают. Мне кажется, на самом деле, это полезная вещь, если они хоть не могут задумываться. Нет, я согласен, конечно, вот. Это то же самое, если, понимаешь, просто человек взял, там, по интернету подал заявку, ему пришли водительские права, он сел за машину и поехал, понимаешь, ну, последствия будут очевидны. Поэтому тут есть определенные вещи, да, есть определенные правила, да, которые, что называется, нужно выполнять, да, вот, как там в свое время, ну, там, меня учил еще мой отец, да, что, знаешь, вот, правила дорожного движения, да, да, соответственно, правила, там, передвижения, где там у нас, на железной дороге, да, правила передвижения судов по рекам, по морям, да, вот у нас сейчас актуально, да, было в связи с этим тромбом в Сойском канале. Опять же, правила вождения, там, самолетов, ну, любых средств, они все написаны кровью, вот именно кровью, причем большой кровью, только и всего. И люди, которые, вот, про то, о чем ты сейчас сказал, да, ну, у нас сейчас, да, слава богу, из, вот, там, небоскребов никто не выпрыгивает, да, но в истории это было, но, поэтому, ребят, вы, как бы, помните. У нас не выпрыгивают, да, но был инвестор, который убил свою дочку, себя убил, ты помнишь? Ну, вот, поэтому, да, так что, вот, имейте в виду, то есть это, это мы опять пришли с тобой к вопросу психологической устойчивости, ни больше, ни меньше. Ну, я так и считаю, что в трейдинге это важнее, чем технический анализ фундаментальный, что, ладно, сейчас не об этом, вообще важнее всего, если так. Да, да, гармония, я вот смотрю на лица некоторых трейдеров, ну, которые вещают, их просто перекашивают, как параллелограммы, вот, перекашивают в эмоциональном смысле. Я смотрю на лицо и думаю, дорогой, мне даже не надо знать, какой у тебя счет, я знаю, что ты не выигрываешь, Набиль, ну, просто знаю. Я просто колбасит прямо сейчас, он жестко совершенно. Ну, смотри, у кого, да, про вот кого-нибудь колбасит, а, у него все хорошо, все хорошо у него, да, вот. Он тоже, он тоже, на пише, не выигрывает, но и не проигрывает, да, он не играет. Ну, он закольцован в эту систему, что у хозяина должно быть хорошее настроение, а, ну, как бы, тоже он часть, часть, ну, может быть, как назвать? Поэтому он здесь. Да, X-фактор, пятый элемент, короче. Конечно, да. Иги, Иги, Хрюш. Чтобы все-таки закончить ту тему, по поводу твоего платного канала, ну, не платного, блин, платного канала, ты у меня в Телеграме, а у тебя сайт, какие там изменения, и вообще, как он развивается, потому что, вот, как тебя подталкивают, мне просто интересно. Ты, Володя, напиши, вот, мне сегодня писали про опционы, напиши, тебя что-то вот пишут, надо вот то-то, это интересно, то-то освети. Вопросы задают, безусловно, спрашивают, конечно. Конечно, вот, делаю по мере возможностей. Ну, тут надо опять понимать, Андрюш, да, что нельзя объять необъятное, да, и я не пытаюсь это сделать. Вот, у меня моему сайту уже 10 или 9 лет, вот. Вот, соответственно, да, то есть я был первый, кто сделал такой ресурс, я не стремлюсь привлечь туда вообще всех, кого возможно, напротив, да, там были периоды, когда туда набегали всякие люди, да, для того, то есть люди приходили там, ну, там деньги небольшие, конечно, но люди все равно их платили для того, чтобы вылить на меня там всякой грязи там и прочее, и прочее, да, это есть всегда. Да, соответственно, это, ну, отвлекает тут другой деятельности, потому как, ну, понимаешь, люди же вроде бы пришли, что-то заплатили, да, им надо там ответить, что-то там рассказать, да. Да, ну, ты понимаешь, невозможно это вот так постоянно с кем-то общаться, да, и когда человек просто пришел с одной целью, да, там, наговорить каких-то гадостей. Помнишь, в детстве была такая поговорка, да, не трожишь дерьмо, вонять не будет. Ну, вот я как бы все, вот если я вижу кучу дерьма, я обхожу просто, и поэтому зачем мне туда лезть-то? Да, соответственно, я делаю так, то есть у меня там собралось определенное комьюнити, да, то есть все, если кто-то начинает вдруг себя там плохо вести, переходить на личности, да, там, ну, и так далее, то человек тут же лишается права голоса. То есть я просто сразу запрещаю комментировать, вернее, как я сначала предупреждаю, что мы, уважаемые, мы здесь как бы за другим, да, у нас конструктивизм, мы, опять же, дискутируем, если, ну, невозможно, один человек, да, даже там, группа людей, мы не можем видеть все, да. Мы живые, мы ошибаемся, да, где-то, ну, что-то там не до конца бывает верно, где-то что-то прям, да, во многих моментах, слава богу, действительно все очень хорошо, да, получается. Ну, какие-то есть нюансы, кто-то там видит какую-то недосказанность, ну, и так далее, и так далее, понимаешь? Поэтому вот это очень большой плюс, да, то, что вот мне за эти годы удалось как бы вот создать то, что идет очень такое уважительное, открытое, доброе общение, соответственно, и понятно, что если там поднимаются какие-то темы, например, которые, там, я не знаю, или там, ну, там, стараюсь в чем-то разбираюсь, в чем-то просто, ну, невозможно разобраться по понятным причинам и по нехватке времени физического и так далее. Но кто-то есть, да, там, из подписчиков, кто в этом лучше меня разбирается, да, и, опять же, люди помогают друг другу в том числе. То есть вот в этом плане я, на самом деле, очень доволен то, как там все работает. Да, да, те, кто будет нас смотреть, силочка на сайт Владимира и на мой канал в описании, на всякий случай, чтобы потом мне не писали, что же рассказали или все. Теперь о смешном. Я разговаривал с одним аналитиком, стал рассказывать мой взгляд на доллар, он говорит, зачем ты это говоришь? Ты посмотри на ютубе картинки какие-то в Ростове, железнодорожные войска, танки двигаются, война начинается с Украины, доллар, гопана, ты чего там, какие расчеты, вообще как к этому относиться? Ну, смотри, что в моем родном городе сейчас происходит, это я могу узнать лучше, чем многие. Я поэтому тебе и звоню, собственно. По понятным причинам. Но здесь, на самом деле, надо смотреть и слушать не тех людей, кто, опять же, делает выводы из какого-то передвижения, перегруппировки войск на нашей территории, пусть даже вблизи каких-то границ, на самом деле. А нужно, ну, потому как от этого не зависит особенно динамика рубля, на мой взгляд. Почему? Потому как, ну, во-первых, я здесь согласен с Песковым о том, что, слушайте, это наша территория, да, и мы можем, да, не по ней двигать свои войска, как захотим. То есть здесь придраться сложно. Но здесь нужно смотреть за тем, как на это реагируют, опять же, на Западе, и о вероятности каких-то там более-менее жестких санкций. Потому что что мы видели? Мы видели там в начале текущего года были введены санкции против конкретных руководителей силовых структур у нас, да, что, естественно, там, ну, никакого негативного влияния на экономику не оказывает. На этом фоне сразу была попытка рубля подрасти, да, выросли, ну, выросли цены на акции. В общем, смысл в том, что рынок опять начал убеждать себя, о, ну, мы же знали, все, никаких санкций нет, все, в общем, замечательно. Но, как мы видим, да, санкционная риторика продолжается. Более того, да, то, что они, я не помню там уже точно в какой момент, но они не просто стали говорить, что, ребята, мы вот будем идти по такому пути. Они сразу взяли и ввели санкции определенные, да, технологические еще. Прям вот сразу. То есть это вот кардинальное отличие нынешней администрации от Трампа, да, который, кроме как языком молоть, ничего в жизни так и не сделал. Ну, я имею в виду в бытность президента. Тут еще можно про Китай много говорить, но я об этом отдельно потом поговорю. Это такая длинная тема. Вот. И, соответственно, когда мы имеем действительно вот на текущий момент риск введения каких-то серьезных санкций, которые прям вот заметно ударят по нашей экономике, нашему финансовому рынку, и когда в этот момент западная пресса начинает писать, что там российские и белорусские войска, да, заметь, берут Украину фактически чуть ли не в кольцо, да, А смотри, что у нас получается у Украины, да, остается, по сути, граница с Польшей, да, с кем там, с Литвой, наверное, да, с Венгрией, вот. Ну, то есть, грубо говоря, основную территорию, ну, понятно, что там еще Румыния, выходит Словакия, да, выходит частично вот с запада, с юга запада, получается, Словакия с запада, Румыния с юга запада, вот. А основную территорию, то есть, границы, соответственно, с Крымом по Азовскому морю, да, с нашей стране, по там Ростовской области, Воронежской, дальше там, не помню, что там, Брянская и Белоруссия, да, то есть, основную территорию, основную длину границ, получается, фактически Украину вот так вот блокировали. Ну, это то, что пишет западная пресса, и, соответственно, они, вот, Ахтунг сейчас, короче, начнется. Соответственно, начнется или нет, ну, провокации, шансы на провокации, они серьезные, и под вот эту санкционную риторику это прям вот, ну, понятно. То есть, вот здесь, да, риски повышаются, особенно если мы посмотрим на то, что начинают делать рынки. В четверг что у нас получилось? У нас упали цены на еврооблигации Украины, еврооблигации длинные нашего правительства не выросли вслед за падением процентных ставок долларовых фронтально, которые произошли в четверг, да, и выросли CDS только на Россию и на Украину. Вот, то есть, уже пошло рыночное движение. Если посмотреть на динамику доллар-рубль, рубль стоит четко на верхней границе коридора, да, которому уже там 4 месяца, ну, 4-4 примерно, примерно 4 с небольшим, то есть, с конца ноября. Вот, то есть, мы, выход из этого коридора наверх, да, может спровоцировать действительно ракету прям. Вот, возможно, мы увидим, не знаю, там, выход из коридора куда-нибудь наверх, не знаю, там, на 78, может быть, повыше, может быть, на 80 оттуда, сделают шажок вниз куда-нибудь там сюда же, к примеру, на 76-50, ну, как вариант, и потом уже там, да, куда-то стрелой туда. Потому что, если мы посмотрим на динамику, так называемого, там, монетарного или дефолтного курса рубля, то там все говорит просто о ракете. Там просто ракета. Там сейчас почти историческое меню. То есть, если мы берем, там, соотношение М2 или М1, да, к золотовалютным резервам, вот, если брать М1, там даже лучше картинка рисуется, вот, если брать М2, то сейчас около 100 рублей дефолтный курс. При этом ЗВР, да, имеют тенденцию к снижению. Даже если они не будут падать, даже если будет стагнация, то денежная масса растет с ускорением. Поэтому тут все, в общем, понятно. Да, мне непонятно была позиция одного спикера, который выступал у меня пятницу, он сказал, а мне все равно, у меня большая часть накопления в долларах. Господи, что он не будет в магазина, что ли, дальше ходить? И что, на этом жизнь заканчивается? Что там вот все же зависит и всех коснется, если чего? Нет, ну, я на самом деле не вижу здесь какого-то Армагеддона. Я считаю, что вот это вот ослабление рубля, да, которое сейчас готовится, оно будет, ну, там, чуть ли не последним, да, то есть таким важным. После этого, скорее всего, рубль должен будет встать, ну, или, вернее, не то, чтобы прям встать, понятно, что не вот там, да, по щелчку пальцев, а становиться действительно такой достаточно хорошей валютой. Вот, я уже там много объяснял, почему. Ну, у нас каждые восемь лет установят хорошую валюту, а потом, хоп-па-на, и опять хорошая валюта. Возможно, возможно, Андрюш, возможно и так, возможно. Да, ты хотел про Китай, я тебе для травочки небольшой случай расскажу. Были переговоры с одним чиновником финансовым китайским, русского, моего друга, и чиновник себя в рамках как-то держал, а потом включили такую коробочку, который переводчик, переводит китайского на русский, и он пошел, этот чиновник, да, эти скоты, американские, да, мы этих сук раздавим, там, там, пошел, такой мат-перемат. Чуть-чуть, что отношения США к Китаю накалились. Ну, понятно, они накалились давно, потому что я вообще считаю, что китайские товары нельзя использовать. То есть я бы вводил постепенно тотальный запрет на использование китайских товаров, я уже говорил про это. Ну, а как вот, я сейчас через ThinkPad Lenovo, а как вот, Батиста? Ну, очень просто, вводить просто такие запретительные налоги, чтобы не покупать ничего китайского категорически. Они же уничтожают среду обитания, даже не только для наших детей, для нас, вообще по всему миру. То есть им вообще пофиг, вообще есть живые люди за пределами, не китайцы и за пределами Китая или нет? Ну, это же ранний период индустриализации, что-то все страны прошли, когда были черные стены, даже Англия прошла. Безусловно, но пойми, англичане не относятся к нам, как к нелюдям. То есть, да, англичане изобрели концлагеря и так далее, и так далее, да, они снобы там, ну и прочее, и прочее, понимаешь? Но китайцы ко всем остальным относятся, как к нелюдям. Ну, понимаешь? Так что, это сложно, понимаешь, это, ну, не знаю, мне вот прочувствовать это, ну, наверное, практически невозможно. То есть, вернее, как, мы это можем прочувствовать, а, например, если к нам так относятся, да, ну, я, например, не могу так относиться к другим. Ну, просто вот, ну, это... Я не знаю, как они относятся к нам на бытовом уровне, но вот в случае, я в аэропорту стоял в очередь к таможеннику, прямо у меня стоял китайский мальчик маленький. Я ему подарил магнитик, Москва, вот там, блаженного что-то, да, и потом он вот так ланился, потом он вот так не махал, там, туда-сюда, то есть просто душа нараспашку, не знаю, на таком бытовом уровне. Это не душа нараспашку, это формальные действия, они все так себя ведут. И тут же перережут тебе горло. Прямо сразу, даже и без изменения выражения лица, понимаешь? Ну, если что, если вдруг встанет. Поэтому, понимаете, тут же смысл очень простой. Секрет китайского экономического чуда, мы же знаем, да, это печатание бесконечного количества денег, продажа товаров себе в убыток, убытки складируются на балансах, за балансами банковской системы, для того, чтобы отжать, как бы, экспорты на внешние рынки. Им это разрешили сделать. Это была, ну, либо сознательная история, либо большая глупость, да, ну, я там свечку не держал, что называется, не знаю. Что сделал Трамп? Трамп наговорил на малый языком всего. В результате, что получилось, ну, по крайней мере, при Трампе, Америка просто с треском эту торговую войну Китаю проиграла. Ну, прям с треском, да, потому что за все время президентства Трампа торговый дефицит Америки в торговле с Китаем вырос там, ну, чуть ли не по экспоненте, понимаешь? Несмотря на все вот это его балаболство. Что начинает происходить сейчас? Сейчас, ну, я об этом расскажу потом отдельно подробно у себя. Сейчас, значит, начинает происходить следующее. Достаточно посмотреть на динамику курса японской иены. То есть к Китаю нельзя заходить напрямую, да, с ними нельзя, как мы знаем, иметь никаких дел. Они, ну, если есть хоть малейшая возможность обмануть, они обманут, причем сделают это максимально цинично и жестко. Поэтому к ним надо, с ними надо общаться через, там, вот опосредованно и ничего им не рассказывать, при этом так же улыбаться. Сейчас они поезда перекрыли на треть, не может, там на границе лес, рыба тухнет. Ну, вот, да, они там, кто-то там из австралийских, да, чиновников что-то сказал про Китай, они говорят, мы не будем у вас покупать уголь. Надо говорить, идите нахрен, а мы вам не будем его продавать. Все, шли вон. Вот как надо тогда общаться, что не хотите, до свидания, понимаешь, все очень просто. Только надо иметь яйца, чтобы так делать, в отличие от Трампа. А теперь смотри, нарисуй просто график японской иены, да, посмотри, что там. Иена ломает свой вечный тренд. То есть, с момента, да, когда Никсон отменил золотое содержание доллара в 1971 году, началась эпоха вот того самого долгового стандарта, в котором мы сейчас живем, началась эпоха свободных обменных курсов. И вот с того момента, прямо если графики доллар-иены нарисовать, да, четкий тренд идет, который сейчас что? Сломали. То есть, это еще один такой четкий сигнал о том, что капитализм is over. Понимаешь, народ любит ржать над тем, когда я говорю, что капитализм, он закончился, потому что отказывается просто, ну, хоть чуть-чуть включить голову те, кто так делает, и понять, что это такое. Это еще, то есть, это завершение эпохи капитализма в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать. И вот это вот еще один сигнал, вот конец вот этого 50-летнего уже цикла, который там с 1971 года берет начало, ну и плюс конец 250-летнего, 500-летнего цикла, там можно дальше идти. Это я уже объяснял популярно много раз. Соответственно, иена большой долей вероятности начинает просто масштабнейшее ослабление к доллару. А что такое там ослабление иены? Где-то я видел исследование, причем еще такое, наверное, года полтора-два назад, что с точки зрения производительности труда и уровень оплаты, да, в Японии уровень оплаты меньше, чем в Китае. Ну, причем так, заметно. Соответственно, что мы получаем? Падение курса иены, да, будет приводить-то к тому, что технологический экспорт из Китая, вот тот же там, то, что ты говоришь, там, компьютер, там, Lenovo и так далее, все японское будет дешевле и качественнее. Вот, за японцами пойдут, естественно, корейцы, точно так же начнут ослаблять свою вону. Корея, Южная Корея, это вообще такой филиал, да, силиконовой долины, вот, ну, вместе там с, вообще там, всей Калифорнией, вот, и технологический, технический, ну, и так далее. Вот, соответственно, китайцы же, если начнут, да, при том, как бы, гиперпузыри, которые у них есть, а вот этих вот убытков, про которые я говорил, да, на балансах, и за балансами китайских банков, наскладировано, знаешь, на какую величину? Нет. Эта величина превышает размер мировой экономики. То есть там порядка 90 триллионов долларов. Да, вот эта вот дыра, которая там лежит. И, как ты понимаешь, ее закрыть невозможно, ну, просто никак. Если только кратно не девальвировать юань, вот, а если они начнут девальвировать юань хоть немножко, да, что у них произойдет? У них начнется такой отток капитала, который вообще порушит всю внутреннюю систему. Поэтому, вот, они в цукцванге. То есть они, с одной стороны, и рады бы юань девальвировать, да, но они же как? Они же хотят, опять же, догнать на самолете поезд, который уже развернулся, едет в другую сторону. То есть они сейчас со штатами пытаются конкурировать на долговом рынке, чтобы притягивать капитал. То есть Америке по зарез просто нужен сейчас капитал, поэтому они разрешают расти процентным ставкам. И Китаю нужен капитал, да, чтобы, ну, вместо того, чтобы там девальвировать юань, чтобы набрать этого капитала и там либо дефолтнуться, либо девальвировать, либо еще что-нибудь, понимаешь? Потому что им нужно затащить ресурсов сначала побольше. Вот и все. А как только Китай начнет хоть как-то терять внешние рынки, приехали. Плюс дефицит продовольствия. А Америка крупнейший производитель и экспортер продовольствия. Плюс эти климатические изменения. Да, морозы в феврале не только были в Техасе, но и в Шанхае. Да, к чему шанхайские китайцы еще меньше готовы, чем жители Техаса, как мы с тобой понимаем. Ну и так далее, и так далее. Вот это уже реальные действия, а не балабольство Трампа, понимаешь? Ну и последний вопрос традиционный. Мы так, не то чтобы напугали, но мы нарисовали реальную картину, реальную. Без повторали. Во что инвестировать людям, или что делать, вернее, даже не можешь не инвестировать, потому что вот ты купил квартиру. У нас есть разведчики, мы знаем, что она в очень хорошем доме. Вот я не скажу, кто разведчик, кто тебя сдал. Вот, знаем, сколько она стоит. Разведчик, ну примерно, конечно, разведчик. А что другим людям, у которых нет денег на покупку недвижимости сейчас? Вот куда девать, чтобы деньги не загорели? Ну, смотри, я, во-первых, тут сегодня уже выпустил на своем канале, да, тоже такое видео немного покороче, ну, тоже с акцентом на недвижимость. Ну вот, у меня тут вроде как на мою квартиру, в которой я сейчас живу, нашелся покупатель. Соответственно, если я успею тут все закрыть сделку, то я буду уходить в валюту, вот сейчас, и идти к спокойно смотреть и ждать, когда будет, пройдет, по крайней мере, мощная коррекция по нашему рынку. По завершению коррекции, понятно, что там никто не может идеально сейчас, тем более, предсказать, когда эта коррекция завершится. Вот, но я там буду смотреть и искать, покупать наши российские активы. Вот, мне они нравятся. Плюс, ну, то есть сейчас мне никуда не хочется инвестировать, сейчас я хочу, напротив, накапливать кэш, вот, и, соответственно, ждать, пока это провалится. Шортить, конечно, я ничего не буду, бессмысленно, не хочу, вот. Ну, странно, если человек, прошедший школу ренессанса, будет шортить, это будет очень странно. Ну, слушай, вот, и, соответственно, буду смотреть, где там, что подбирать, буду делать это аккуратно, потихоньку, не сразу, как говорится, в час, по чайной ложке, вот, и дальше уже буду смотреть, как это все будет развиваться. То есть, мое мнение, сейчас лучше накапливать кэш. В долларах? Ну, похоже на то, тут вот я тут нашел еще, ну, есть такое, да, такая закономерность даже, не то чтобы теория, что когда приходят демократы, доллар растет, когда приходят республиканцы, доллар падает. Был, правда, сломан вот этот цикл, то есть Трамп не переизбрался, ну, о чем я, собственно, и говорил, да, еще там, задолго до прошедших уже выборов. Как только пришел Трамп, да, там, в месяц, размер, разница в месяц был пик по курсу доллара, да, соответственно, перед тем, как пришел Байден, да, был минимум по курсу доллара, ну, в мире я не про доллар-рубли, естественно, говорю, я про индекс доллара, а про евро-доллар. Вот, и, соответственно, четко эта штука развернулась. Поэтому, по идее, ну, там, чуть ли не до конца президентства Байдена, да, доллар должен быть сильным. Вот, тем более Америке нужно привлекать капиталы, реальные процентные ставки в долларах, как показывает мой анализ, должны будут расти серьезно, а это всегда приводит к росту курса доллара, поэтому доллары. Если же с Байденом, да, ну, кто знает, там, что-то случится, да, и он вылетает, и будет там перевыбор, вот это будет серьезный удар по доллару, безусловно, тогда, конечно, да, надо будет еще раз внимательно пересмотреть, что там происходит, ну, по графикам, по всем, по макроэкономике, по всему-всему, и тогда, да, может быть, надо будет тогда уйти из доллара. Ну, до этого еще мы не знаем, сколько времени. То есть, вот, примерно такая диспозиция. Спасибо большое. Владимир, иди погуляй, я тоже пойду погуляю, белку покормлю, потому что не все у нас, не весь смысл жизни в этих биржах, тогда надо просто пойти в лес. Да, да, погода шикарная, согласен, весна, наконец-таки, наступает, ура. Я даже резину на машине уже поменял, вот вчера. Все, спасибо, Володя, наше видео выйдет через три часа примерно, и, действительно, пойду сейчас погуляю, а то голова уже будет. Давай, конечно, конечно. Все, давай, спасибо. Я поеду спортом позанимаюсь, ага. Давай, Андрей.